МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Изменения в структуру правительства региона внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Интервал с 2024». Сразу 11 объектов и лугоустраивают в Сормовском районе по программе «Вам решать». Ветераны торпеда в Сочи. Новая должность в правительстве Нижегородской области заместителем председателя правительства, курирующим профессиональные спортивные команды, станет Максим Гафуров. Ранее он занимал пост генерального менеджера хоккейного клуба «Торпеда». Губернатор Глеб Никитин написал в своем телеграм-канале, цитата, «У нас сильные клубы, которым мы постоянно оказываем поддержку, но нужны новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии». Конец цитаты. Отмечается, что у Максима Гафурова большой опыт в бизнесе, управлении и спортивной аналитике. Участвуя в проекте «Команда правительства» в 2020 году, он прошел финал конкурса на пост министра спорта. Кроме поддержки в текущей деятельности, у нового зампреда стоит задача по объединению спортклубов и их стратегическому развитию. Глобальные задачи по развитию массового и детского спорта, спортивной подготовки, реализации госпрограмм и развитию необходимой инфраструктуры по-прежнему возложены на Министерство спорта под руководством Дмитрия Кабайла. Пожалуй, еще одна визитная карточка Нижнего Новгорода – фестиваль «Интервалс». На пять дней эти точки на карте стали настоящими полотнами для медиаискусства. Всего их было 17. Такой в истории фестиваля впервые, как и число посетителей. На Международный фестиваль света только по предварительным данным посетили более 350 тысяч нижегородцев. И, конечно, гостей города. Поль мне нравится. Приехал из Москвы специально посмотреть. Это добавленная реальность, классная. Ну и вообще соприкоснуться с современным искусством, хорошая возможность. Все локации делились на уличные и внутренние. Например, в культурном центре «Рекорд» представлена работа компании «Дримлазер». Они не только организаторы, но и участники фестиваля. В таком круге объединились время и энергия. На Нижегородской ярмарке инсталляция от медиахудожника из Азербайджана. Проект посвящен призмам, сквозь которых проходит человеческий образ. Мыс Стрелки видно издалека. Там на высоком кране расположилось искусство сразу трех художников. По задумке это лес с лианами. Но большую часть смысла творчества оставили на размышления зрителя. Такая креативная работа на месте слияния Аки и Волги представлена впервые. Первый раз мультимедийное шоу показали и на фасаде законодательного собрания региона. Такой подарок областному парламенту преподнесли организаторы фестиваля. В этом году ЗАГС Собрания отмечает свое 30-летие. Бывшая фабрика «Маяк» – пожалуй, самое полюбившее семество нижегородцев. Так за пять лет здание стало настоящим полотном для медиа-искусства. Поэтому вечером здесь собираются сотни тысяч зрителей. Фасад Академии «Маяк» в этом году стал настоящим игровым полем. А управление осуществлялось через телефон. Была на «Маяке» и еще одна удивительная медиа-история. В Нижний Новгород словно прилетели инопланетяне, которые предстали в различных образах во многих точках. В метро, Щелковском хуторе и даже на канатной дороге. Мне вообще нравится, прикольно. Я впервые смотрю подобного рода перформансы. Интервалс – это всегда эпично, восхитительно, потрясающе. С нетерпением ждем более масштабной инсталляции от всех гостей и участников этого прекрасного фестиваля. Разумеется, уличные локации были более доступны, чем внутренние. Желающих оказалось настолько много, что собирались очереди. Такими кадрами делились в социальных сетях посетители в первые дни фестиваля. Интервалс стартовал в 2017 году. Конечно, такого ажиотажа еще не было. У фестиваля всего одна локация и 2,5 тысячи гостей. С каждым годом увеличивалась продолжительность фестиваля и росло количество посетителей. Уже в 2023 году их было 150 тысяч человек. Это в 60 раз больше, чем в год старта. Впрочем, фестиваль влюблял в себя с каждым разом все больше и больше. И вот восторженный и заслуженный отзывы зрителей. Огромное спасибо всей команде. С каждым годом Интервалс превосходит ожидания и удивляет снова и снова. Хочу себе будильник поставить, чтобы не пропустить. Спасибо за эмоции. Каждый год хожу и каждый раз все круче и круче. Так радуете разнообразием локаций, художников, инсталляций. Спасибо от души. Во всех локациях было очень много посетителей. Наверное, это ярмарка. Ярмарка, цех, где стояли километровые очереди. Одна из самых посещаемых локаций фестиваля. Итак, Интервалс 2024 собрал более 350 тысяч посетителей. Это 70 тысяч зрителей каждый день и почти 6 тысяч каждый час. Цифры говорят сами за себя. Этот футуристичный фестиваль осветил своим ярким и магическим цветом весь Нижний Новгород. Организаторы обещают, продолжение будет с новыми именами, локациями и программой. Служба информации Юлия Чернова, Максим Веселов. Новый проезд на улице Балахнинская обеспечит жителям микрорайона повышенный уровень комфорта и удобства передвижения. Поэтому работы по его обустройству ведутся в ускоренном темпе. Сейчас завершается выкладка щебня. В ближайшие дни начнут укладывать асфальт. Уже у многих знакомых территория облагороженная и в будущем только будет все лучше и лучше. Благодаря этому проекту нас наконец-то сделали дорогу. Всего по программе «Вам решать» в Сормовском районе благоустраиваться 11 объектов. Из них 5 – дороги частного сектора и тротуар на улице кораблестроителей. У школы 183, у школы 78 – это будут спортивные площадки, а также актовый зал будет ремонтироваться в школе номер 27. Еще у нас есть две площадки для установки мафов, так называемых. Это детские площадки на улице Чугуриной и на улице Шемборского. Как отмечается, на детских площадках будет травмобезопасное покрытие. В зависимости от высоты падения необходимо именно использовать это травмобезопасное покрытие. Толщина как раз определяется этой высотой падения. Часть площадки идет толщиной 40 миллиметров, в зависимости от этих мафов. Часть 90 миллиметров. А у школы номер 183 приводят в порядок хоккейную коробку, где дети, кажется, уже готовы проводить время с утра до вечера. Мы вошли в этот проект, к чему очень рады. Голосовали дружно все, всей школой. Просили всех знакомых и родственников для того, чтобы поддержали эту инициативу. И вот на данный момент работы идут полным ходом. Мы очень надеемся, что к концу мая мы уже получим новую обновленную коробку. В этом году в Нижнем Новгороде по результатам конкурсного отбора победителями стали 69 проекта по благоустройству городской среды. Это и ремонт дорог, и строительство детских и спортивных площадок. Служба информации Арина Солоденко. В собранной и в хорошем настроении отправлялась рано утром от Дворца спорта имени легендарного Виктора Коноваленко известная и успешная хоккейная команда «Русская тройка», в составе которой многие признанные ветераны «Горьковского торпеда». Готовность по тренировочному процессу вроде как бы стопроцентная, настроение боевое. Готовность наших мастерс стопроцентная. Хоккейная «Русская тройка» в шестой группе, а сам 13-й фестиваль хоккея, проводимый в Сириусе, в Сочи, соберет во всех дивизионах 81 регион. А это 198 команд и почти 4000 участников. Будет сыграно 583 матча. Настроение бодрое, настрой боевой. Едем, конечно, пробовать побеждать. Соперники достались нам в группе хорошие, уверенные уже, все посмотрели. Ну, будем бороться. В группе у «Русской тройки» 24 команды. Это лучшие команды дивизиона 50+, со всей страны. В этом году борьба за кубок Боброва обещает быть еще более яркой и непредсказуемой. Цель всегда у нас самая большая. В первую очередь, это выйти из группы в первую восьмерку. А уже дальше, как бы, там по ходу дела будем смотреть. Групповой этап уже с 4 по 6 мая. В соперниках рязанский автомобилист, хабаровский, таежный и воронежские крылья, черноземья. Пока никаких прогнозов, как говорится, выстрелить может каждый. В финал выходят победители групп и еще две команды по наилучшим результатам. А еще по окончании фестиваля лучший болельщик нашей команды, участник конкурса, получит персональные призы от наших легендарных хоккеистов. Служба информации Владимир Смирнов. Субтитры подогнал «Симон»!